Во-первых, я хочу посвятить этот урок скорейшему выздоровлению солдата по имени Ханан Хай Бен Наталья Тали. Это внук моей сестры и, следовательно, сын моего племянника, который был тяжело ранен полтора месяца назад в газе, в брюшной полости. И он по-прежнему находится в реанимации, в тяжелом состоянии. Но будем молиться о его освобождении. Не то, что мой урок будет такой хороший, но энергия и пламя моей души, которую я вкладываю в этот урок. Пусть это будет на пора его выздоровления. И второе личное сообщение. Варуха Шем, у меня вчера родился еще один внук. И поскольку нельзя говорить число внуков, число детей, число детей, поскольку это Айнара, есть Айнара, чтобы не сглазить. Поэтому я только скажу, что благодаря рождению этого внука, имея семь детей, естественно, семь мужей и жен моих детей, вместе с женой и с внуками, мы составляем теперь круглую цифру 50. Это не так много, надеюсь, что еще будет. Но это сказано, мы учили в книге Шмот, о том, что как не притеснял фараон народа Израиля, сказано, Кеннер Беве, Кеннер Фроц. Тем не менее, он рос и распространялся. Вот это как бы странное явление. Известно, что в Российской империи Россия захватила территорию Польши в конце 18-го, начале 19-го века, в котором жили евреи. И было в начале там где-то 3 миллиона еврея. А к концу Российской империи было уже больше 5 миллионов евреев. За 100 лет выросли на 2 миллиона. Притесняют, преследуют. Не то, что жалобы не настоящие, настоящие жалобы. А растут. Вот это как бы ответ всем врагам народа Израиля. Ничего не поможет. Кеннер Беве, Кеннер Фроц. Я снова, извините, в ностальгии. Изгоняет меня из Советского Союза. 18-го ноября 1981 года. Из тюрьмы. За действия или поведение недостойного советского гражданина. И приезжает один человек без ничего. Даже чемоданного не было. Прямо из тюрьмы, из Лепортовской тюрьмы. И вот сейчас, вот это, можно заполнить целый автобус. Знаете, вот это, это как бы чудо страны Израиля. Вот о чем я хочу еще сказать. Это личное. Есть такой известный российский писатель Василий Гроссман. Ну, фамилия Гроссман не оставляет сомнения, что это еврей. И действительно, его настоящее имя. Йосиф, Йосеф, Беншломо. Но он был ассимилирован в семье. И поэтому он поменял свое имя на Василий Семенович Гроссман. Русский писатель. Так это написано в Википедии. Но с ним произошла очень интересная метаморфоза. Во годы войны особенно. Он был очень способным корреспондентом. Была корреспондентом армейской газеты. Красная звезда. На Сталинградском фронте писал много удачных вещей. И потом он вместе с Ильей Эренбургем, другим известным еврейским писателем, который не скрывал своего еврейского предсхождения, стали собирать данные о зверствах фашизма. С 1943 года по 1945 год. Потому что они оба, как известные писатели и корреспонденты, собирали материалы и присылали массу дневников и писем еврейские офицеры, еврейские солдаты, которые проходили через места массового уничтожения. Так собрался огромный материал. И к тому же еще Альберт Айнштейн обратился к еврейскому комитету, антифашистскому комитету в Советском Союзе с просьбой собрать все эти материалы и издать. И вот они этим занимались. Огромный материал. Под названием «Черная книга». И вот когда уже все это было готово в двух томах, Сталин дал указание не издавать эту книгу. Казалось бы, это зверство фашизма. Чего Сталину до этого? Война кончилась, можно прийти. Вот это очень интересная тема, не будем останавливаться. «Черная книга». Набор был рассыпан. Все копии были конфискованы. Но, как всегда это бывает, что-то осталось. И Эренбург, и Гроссман спрятали оригиналы. И только в 2015 году, 7 лет назад, эта книга была опубликована. Правда, ему удалось переслать нелегально в США, поскольку это была просьба Альберта Эйнштейна. Но там это было в сокращенном варианте. В 2015 году, эта «Черная книга» это приговор не только фашизму, но и антисемитизму. Нацисты, как мы знаем, ставили задачу на сажение еврейского народа. И у них это не получилось. Просто не получилось совершенно. Интересно, что я недавно видел, правда, я не могу точно сказать, но как бы это «Седьмой канал» опубликовал такой интересный рассказ о том, что один из людей, которые спаслись из этого побоища 7 октября, или как угодно, «Черный Шаббат» или «Симхат Тура» в районе Газы, он вернулся, наконец, к себе домой. Там узнал, были убиты его родственники в этом доме. Тяжело было возвращение. Кровь на стенах. И нашел записку от араба. Вот, правда, мне было написано на каком языке? На иврите или на арабском. И там было написано. «Ничего вам не поможет, мы вас всех уничтожим». Вот эта, как бы, эта записка, маленькая, она эквивалентна всей этой «Черной книге». Вот даже что они хотят. «Мы вас всех уничтожим». Это, как бы, это программа Хамаса, программа всех этих врагов народа Израиля. И, как пишет там Василий Гроссман в одном из своих романов, он говорит, «Скажи мне, как ты относишься к евреям, и я скажу тебе, кто ты». Потому что он говорит, антисемиты – это бездарные, глупые люди, необразованные, злые. И это, как бы, зеркало души человека. Это их проблема. Но интересно, что и сегодня, я вот недавно снова вошел в какой-то YouTube, там заявление Хамаса из десяти пунктов, в которых они отрицают вообще, что они убивали людей, что они насиловали женщин. Вообще, он говорит, все это измышления израильтян, израильтяне сами убивали. И неудивительно, да, вообще это как бы парадоксально, тем более, что у нас уцелевшие свидетели всего этого побоища, люди, которые могут рассказать подробно, как их прятали там в этих катакомбах под землей, как убивали их родственников. Сколько видео есть. Да, сколько видео. Все, отрицают наглую. И вот эти антисемиты, о которых говорит Василий Гроссман, они подхватили это. И говорят, не было ничего. Сами израильтяне придумали, знаете, и это неудивительно, как мы знаем, главарь другого фашистской организации, которая правит на берегу, западоберегу Ярдана, Абумазан, он доктор наук МГУ по работе, которую составил, о том, что не было холокоста. Знаете, вот за это он получил докторат. Показал, что холокоста не было, это все придумали, я уже не знаю, кто враги, враги Гитлера, что ли, но вроде бы почетно быть врагом Гитлера, холокоста не было. И как бы это действительно критерий. Глупцы верят этому, поддерживают, подхватывают огромные демонстрации с требованием убрать евреев из Палестины, и что Палестина должна быть от моря до реки. Спрашивают, а как их убрать в интервью? А как их убрать? Это значит убить всех? Они говорят, ну как-нибудь уберем. Да. Скажите, пожалуйста, НГУ, это Московский государственный университет. И это дали ему за это профессора? Не, не профессора, доктор наук. Или, возможно, я вам скажу, ведь то, что у нас кандидаты наук были в России, а здесь люди приехали с кандидатскими степенями, стали докторами. У них нету, на Западе нет кандидата наук. Сразу стали докторами. Возможно, он кандидат наук. Ну, неважно. Это, к общему, известно. Есть его работа. Здесь, как бы, опубликована и хранится, естественно, в архивах МГУ. Ему дали на это. Он доктор, доктор, Абу Мазан, научный деятель. Но дело не в этом. Вот черная книга. Сталин боялся этой черной книги, как огня, потому что, как мы знаем, он сам был антисемитром. Это Василий Гроссман, ассимилированный. Еврей, который поменял свое имя Иосиф Бенш-Ломо, Иосиф Бенш-Ломо, на Василий Семенович Гроссман. Фамилию он не поменял. Надо было бы поменять тоже, потому что фамилия, с ушами его выдают, то он такой. Но потом он осознал. И, по сути дела, первый обличительный роман против советской власти, который он написал в 64-м году. Он действительно еще до того, как появился и Солженицын, и другие, написал о природе советской власти, что это власть бездарных, злых людей, которые хотят отрицать истину. И у каждого человека есть выбор. Смириться, склониться, принять это, или выступить против и быть затоптанным. Но ему повезло. Он умер от рака в 64-м году. А так бы, конечно, его бы затоптали, посадили его в тюрьму. Я уже не знаю, в 64-е годы это были уже времена Хрущева, времена Отова, отепели, но мы помним, как другой его земляк, Борис Пастернак, который, кстати, написал, с моей точки зрения, книгу гораздо более слабую, доктор Живаго, я думаю, вы читали. Ему присудили Нобелевскую премию, но запретили принимать Нобелевскую премию. Это был позор. За что дают Нобелевскую премию? За то, что ты говоришь, что король голый, что советская власть, власть насилия, антидемократичная, нечеловечная. Король голый. Вот Василий Гроссман не получил Нобелевской премии, умер безвестным, и только сейчас, я говорю, в 2500-м году надо проверить, по-моему, книжники издали эту книгу полностью. Тут в двух томах, потрясающий документ. Но, вот по-прежнему эти усилия, потрясающие, да? По-прежнему усилия уничтожить этот народ. И не получается. Я говорю по поводу рождения своего внука прямо в притворение того, что написано в книге Шмот, И чем больше мучили их, тем больше он рос, и тем более он распространялся. Вот загадка. Есть такое понятие, как вечный жид. Это как бы известное представление, вечный жид. На самом деле, кто такой вечный жид? Да, это правда. Но только не вечный жид, а вечный народ Израиля. Хочешь, не хочешь, здесь сталкиваешься с каким-то явлением, которое я даже не могу сам объяснить, рационально, что есть вечный народ Израиля. Не то, что я хочу кичиться и говорить, вот-вот, мы такие вечно, такие хорошие. Это факт. Как это объяснить? Безусловно, можно объяснить только тем, что здесь есть вмешательство какой-то высшей силы. И вы знаете, я могу понять арабов. Трудно согласиться с тем, даже если ты верующий человек, что перед тобой явление, которое не подается обычным, скажем, рациональным или иррациональным человеческим нормам. Ну вот живет они, вот ты убиваешь их, они живут. Ну как это может быть? Я говорю, когда поймали Эйхмана, он просил тайную просьбу повезти его в Тель-Авив. И вот, представьте себе, он ехал там в Тель-Авиве уже там в наручниках или без наручников и смотрел вокруг с ним в 60-е годы. Не может поверить глазам. Те явления он смотрел в глазок, подходил газовым камерам и смотрел, как люди задыхались и мучились от газа, который он туда впрыскивал. Они сидят за столиками в кафе, пируют, смеются, дети ходят. Как это может быть? Это, по-моему, это было гораздо больше сильное наказание для него, чем то, что его потом повесили. Увидеть, что все, что ты делал, это впустую. И, наконец, должны наши враги понять, что ничего здесь не поможет. Я хотел еще одно личное воспоминание, которое имеет отношение уже к нашей главе. Мы сейчас в книге Мишпатим. Есть один абзац в книге Мишпатим. Книга Мишпатим, как вы знаем, она занимается особенно вопросами имущественных преступлений. Как в уголовный кодекс. Вот там есть такая интересная фраза, которая говорит им бамахтерет им ацеагана веукаламет энь бодамим. И так это переводится. Если, как можно перевести примерно, что если к тебе домой секретно прокрадывается, крадется вор, ночью под покровом ночи, если он у тебя самый... Ты можешь его убить, не разбираешься. И ты не виноват. И так, как мудрецы объясняют, что здесь Тара понял на психологию человека. Вор. Обычно воры, как всегда, вооружены. Особенно в то время, какое было вооружение. Нож, какая-нибудь секира, самый простой, легко достать. И он крадется ночью. И вдруг ты его застал врасплох. Первая реакция такого человека, которого застал врасплох, убить. Поэтому, зная заранее, что он тебя убьет, поскольку ты его как бы неожиданно оглаушил, надо предупредить его и убить его первым. И поэтому закон, который мы вывели нашими мудрецами, который звучит, казалось бы, ужасно, да? но на самом деле понятно, акамляаргиха ашкемляарго. Тот, кто намеривается тебя убить, убей его первым. Имеется ввиду, тот, кто намерится тебя убить. Да? Надо его опередить, убить первым. Если ты зазевался, ратозей, пеняй сам на себя. Это законно оттарый. Я говорю, звучит он, конечно, как бы, как-то очень нехорошо. Знаете, есть этот известный фильм американский, когда там говорит, один стреляет и говорит, один пришел ему мстить, но прежде чем отомстить, начинает ему говорить, я вот тебя сейчас убью за то и то, а тот, которого он собирается убить, он не ожидает без слов, стреляет первым. И говорит, если хочешь убить, стреляй, не разговаривай, не болтай. И в этом смысле, конечно, это наш промах, наших генералов, которые, понимая, догадываясь, получая какую-то информацию о том, что Хамас собирается напасть на Израиль, проморгали, проворонили, да, а если бы они учили Тару и знали бы это Аллаху, то они бы выстрелили бы первыми. Понятно, международное общественное мнение, как это так, убивают невинных детей и женщин, но здесь речь идет о твоем спасении личном, да, какая тут игра в гуманизм, тебя хотят убить, да, смешно при этом думать, что это негуманно и международное общественное мнение осудит, ну, как бы, хорошо, пусть она, самое, умрешь чистым и невинным. Все тебе будут говорить, какой молодец, он, значит, не решил убивать женщин и детей, которыми прикрывались бандиты, поэтому он умер, на его могилке поставим там крест или обидец, вот честный человек умер, на весь еврейский народ, он такой гуманный и хороший, что он не хотел убивать женщин и детей, которыми прикрывались и бандиты, и поэтому еврейский народ уничтожил, но нет, этого не получится, мы не такие дураки, чтобы каким-то, какой-то мир, общественное мнение, которое сам по себе является, это общественное мнение не лживым, и это общественное мнение создается или глупцами, или намеренными врагами человечества и демократии, они, как бы, пусть не торжествуют на наших похоронах. Есть еще одно воспоминание, связанное у меня с этим рассказом Махтерет, имбимахтер, имацааганави ука бамет эйнбодамим, первых личных воспоминаний, когда я сидел в лагере, там сидел один заключенный, который сидел за убийство милиционера, при тех же самых обстоятельствах, но он получил тогда, это еще посадили его во времена, когда давали четвертак, то есть 25 лет, то есть он сидел 25 лет, и он мне говорит, надо сидеть, как бы, два зэка, рушговарит, он говорит, ну, взяли магазин, да, ну, было, я не знаю, в 50-е годы, сидим в лесу, зашли в лес, и делим награбленное, и вдруг менты нагрянули, ну, я говорю, с ежиданностью, и убил одного из них, понятно, естественно, вы чего, менты нагрянули так неожиданно, вот это естественная реакция самосохранения, вот он и убил, вы должны были, правильно сейчас говорят громкоговорители, задавайтесь, у вас нет никакой надежды, понимаем, что реакция, если взять неожиданно, то реакция будет непредсказуемая, хотя, конечно, и когда говоришь громкоговорители, или мегафоны, что вы окружены, тоже могут сопротивляться, в любом случае, это будет обдуманная реакция, а не инстинктивная, но это все, как бы, это мелочи, которые подтверждают, действительно, правильность понимания человеческой психики, нашими мудрецами, да, инстинктивно пытаются, если задумывает, если взять его врасплох, он убьет, но это что-то другое обстоятельство, которое заставляет задуматься над сложностью жизненных ситуаций, откуда я знаю хорошо на память эту фразу на иврите, можно сказать, с 10 лет, не знал ни иврита, не знал ни книги шмот, никакой книги не знал вообще, как все советские люди, но мой отец постоянно рассказывал эту историю, как он, как маленький мальчик, где-то в 20-е годы учился в Талмуд Торе, в Советском Совете было в Латвии, в Латвии была ишивой, ишивой, и Талмуд Тора, он учился в Талмуд Торе, и там, он говорит, был длинный стол, Талмуд Тора, длинный стол, рэбэ, то есть, преподаватель Меламет сидел во главе этого длинного стола, и вдоль стола сидели дети разных возрастов, да, их было только один Меламет, он учил всех, детей, начиная, скажем, с 6-летнего, 7-летнего возраста и до возраста бармитцев, но он говорит, а мы, как дети, сколько ему было, лет 9, меньше даже, играли в пуговицы, что такое пуговицы, он говорит, тогда, сейчас играют всякого рода звезд кино и спорта, да, дети играют, а тогда были пуговицы, были пуговицы медные, позолоченные, пожарников, почтальонов, различных родов, войск, и вот на пуговицы эти играли, и вот, и говорит, играю я в эти пуговицы со своими друзьями на конце стола с карапузами, и вдруг рыба стучит по столу и говорит, имба махтерес и мацеаганабы укалемес, эймбодомим, но это на шкенозийском произношении, май тайму, май май тайму, это матам, что это значит, никто не знает, и вот он обходит, говорит, папа обходит этих, у него рядом сидят ребята, которые дошли до возраста бармитцев, 13 лет, 11, никто не знает, и папа, играя вот в эти самые пуговицы, тем не менее, слышал, когда рыба объяснял, и он, единственное, встал и сказал, с мальтишкой, такой, звонким голосом, что это означает, что если человек пробирается к тебе намеренно, с целью ограбить, и хочет взять тебя врасплох, значит, можно его убить, потому что понимаешь, что его ответная реакция будет желание тебя убить, и надо сама. Молодец, говорит рыба, такой маленький и такая отличная память, садись и вот впереди, рядом со мной, и говорит, смотрите вы, природным это, ослы, этим старшим ребятам, маленький мальчик, пони лучше, чем вы, садись рядом со мной, будешь у меня учиться. А потом, через некоторое время, папа говорит, пришел его дядя, папа мой был сиротой, 20-е годы, это после гражданской, после Первой мировой войны, голод, инфляция, ничего нет есть, у дяди не было чем платить, и дядя был носильщиком, это известная еврейская профессия, носильщик, трегер, собак, вот пришел к рыбе, и говорит рыбе, нечем платить за мальчиков, нечем платить за учебу, все очислили, очислили его от этого мутара. Есть очень интересная история, которую рассказывают о еврейском мудреце, известном вам Хафет Схаим, автора Лашона-Ара, книги Лашона-Ара, Более того, важное сочинение Мишна-Друра, сборника законов и объяснения законов первого раздела Шухана-Руха, Урахаим, и он так говорил, что был Троцкий тогда, Троцкий, как мы знаем, на самом деле больше Ленина, он создал советскую власть своей мудростью, он создал советскую красную армию, он победил белой армии, гений, потом Сталин его за эту гениальность, слишком высовывался, он его убил. Вот, говорит, была у Хафет Схаима такая присказка, он говорит, когда-то у папы не было денег заплатить за Меламеда. И ребенок ушел, как бы, из Толмутары, и вот, смотрите, из этого появился вместо фамилии, настоящее имя его было Лейб Бронштейн, а стал Леонид Троцкий. Вот, говорит, говорит Меламедам, не взимайте деньги у детей за учебу, и не присылайте их, не отпускайте их, чтобы они ушли куда-то на улицу из-за того, что у вас нету денег, а он не платит вам деньги за учебу. Ну, я не знаю, на самом деле, по-моему, проблема Троцкого была не эта, там, другая история. Они были из переселенцев. Отец его был переселен по указанию царя в Херсонскую область. Как вы знаете, тогда вот эта Херсонская область, которая сейчас является тоже яблоком раздора. Она была, принадлежала Российской империи и для заселения этого пустынного района, там раньше жили турки, турок прогнали, заселение этого пустынного района, искали поселенцев. Вот, решили так. Евреи живут скучно в черте оседлости, бедные, у них нет работы, ну, там по разным причинам, по тем же самым прижимным причинам царского режима нет работы, вот пошлем их на Херсонскую область, чтобы они учили себя продуктивному образу жизни, пахали землю, обрабатывали и прислали несколько десятков тысяч евреев в Херсонской области. Можете посмотреть до сих пор еще, можете войти в Википедию Херсонской области, там первые поселения, которые были созданы в 19 веке, ну, есть еврейские названия, до сих пор сохранились, некоторые не отдают себе отчет, еврейские названия, и вот, значит, как раз папа, папа этого Троцкого, он там оказался, в этом поселении, ну, и понятно, что в тот момент, когда надо пахать землю, обрабатывать землю, а, наверное, меламедов было там не так много, меламеды остались на Украине, в Литве, там был этот еврейский район, вот так это самое, тоже произвол своего рода, но другого характера, а вот с моим папой так и произошло, вот этот мальчик, ему тогда было 12 лет, когда он оставил там у Тора, отца нет, пропитания нет, пошел работать на завод, пошел работать на завод, 16 лет, стал членом компартии, подпольной партии, партии Латвии, а когда дядя пришел и говорит, вот Рэбе нет денег платить, Рэбе говорит, жалко очень, говорит, конечно, это человек очень способный, он был бы каким-то ведущимся раввином, если бы он прожрал учебу, но денег нет, только самый, вот стал коммунистом, способности его проявились, и он в 16 лет уже был пламенным Аллатаром, подпольщиком, сидел в тюрьмах и даже был выдвинут, но некоторое время компартия была разрешена законом, он был, это еще при латвийском режиме, он был кандидатом в латвийский парламент, человек, который, многие говорят, что все его образование, это один класс, и то за дверью, это примерно, в школе не учился никогда, ну вот способный парень, и вот такая его судьба, коммунист, казалось бы, вот мог бы быть раввином, и вот теперь, как бы, Пуэнтот, самое интересное место, о котором, все это, конечно, очень потрясающе, масса информации о жизни евреев до Второй мировой войны, так многие еврейские мальчики, которым не было денег заплатить за учебу, так они ушли, вот это, безусловно, обвинение, в адреса этих еврейских толстосумов, которые отратили свои деньги, Бог весь на что, вместо того, чтобы платить за учебу детей, преподавание в школе, оно должно быть, как бы, религиозной школе, казалось бы, надо быть бесплатно, дело в том, что, тогда в Латвии было, как всегда, богатые евреи, миллионеры, но они об этом не заботились, но это очень интересное развитие событий, о том, что я хочу рассказать. Сороковой год, Красная Армия по договору, как вы знаете, Сталин и Гитлер приняли решение о разделе Европы, называют, Молотов и Риббентроп, это были министры на странах дел, они никаких решений не принимали, они делали это по указанию своих диктаторов, Риббентроп от Гитлера, Молотов от Сталина, и вот они, как бы, встретились в Москве, подписали договор о разделе Европы, и вот по этому разделу в 1939 году Россия, Советский Союз получил Западную Белоруссию, Западную Украину, Бессарабию, Литву, часть Литвы, всю Латвию, пришла советская власть, наконец к евреям, я выступал сравнительно недавно на какой-то конференции, посвященной Холокосту в Латвии, ну сейчас свободное демократическое государство, член НАТО, там можно говорить все, что хочешь, я сказал, что тогда, когда, значит, начался Холокост, когда началось убийство евреев, объясняли латыши, объясняли, почему они убивают евреев, потому что они приветствовали советскую власть, это из-за них как будто бы пришла советская власть в Латвию, а на самом деле это было совсем не они, это Гитлер, их идол продал Латвию Сталину, да, причем здесь евреи вообще, ну как всегда, бьют, сперва бьют за одно, потом другое, ничего не поможет, да, как говорят, бьют не по паспорту, а бьют по по морде, как ты выглядишь, ну вот, это война, значит, пришла советская власть, папа, естественно, вышел из-под поля, как бы, видный коммунист, получил какую-то должность в, получил должность в Горисполкоме, вот, и даже совершил мне, он говорит, рассказывает, совершил какое-то очень смелое действие, когда он, как бы, за его профессией, его должность в Горисполкоме было решение жилищного вопроса, ну что, строили новые дома там, в 40-м году в Советском Союзе не было денег строить новые дома, но на Тишам просто уплотняли, вот, живет какой-то богатей, у него двухэтажный особняк, люди там лесятся в подвалах, значит, загоняют этого богатея в подвал, а на втором этаже расселяют несколько семей сразу, как коммунальные квартиры, вы не застали, вот, как бы, коммунальные квартиры, я жил в такой коммунальной квартире, которая принадлежала одному еврейскому врачу, на самом деле, это была квартира, там было 5-6 комнат поделили на 3 семьи, так и жили, и папа говорит, когда-то он получил как бы указание, я не знаю, от НКВД, вот такой конкретный дом, значит, вот там надо прийти, выселить, он пришел в этот дом, смотрит, в этом доме живет один, живет семья одного из величайших мудрецов нашего времени, был такой, Равмейр Симха, написал книгу Ор Самех, есть такая я отказался выполнить приказы НКВД, и не побоялся, то есть у него это Иран Шамай, хотя он был неисполняющим и не верующим, она была внутри, ничего с ним не сделали, и может быть заслугу этому, когда немцы пришли в Латвию, моя семья из города Давгуппил, Двинск, которая находится практически на границе с Россией, но та граница с Россией примерно это где-нибудь 5-6 километров уже Давгуппил, и в самом месте там живет много русских, и латыши местные, они тоже не настоящие латыши, а они фамилии и работают с одним таким латышом, Иван Иванович Иванов, он говорит одинаково по-русски и по-латышски, вот такая племя была, в любом случае немцы пришли, почему называется Давгуппилс, это Довгова, Двина, Северная Двина, протекает город на две части, на одной стороне находится район, в котором родился и жил известный вам Раф Кук, другая сторона была еще не захвачена, обстреливала, и вот папа говорит, что начальник госполкома вызвал папу и говорит ему, Менделевич, вы комиссар, коммунист, и немцы, как известно, убивают всех коммунистов, поэтому он говорит, вы должны спасаться и убежать, вот, как бы не было у него там машин, возьмите одну из подвод с конями, собирайте свою семью и убегайте, таким образом, благодаря тому, что он был коммунистом, он спасся, тоже было непросто, он как бы тяжелая жизнь, сестра моя по дороге была, ей три года умерла, ее похоронили в чемодане по дороге, вторая сестра родилась во время войны, больная, все это было непросто, но спасся и благодаря этому я жив, смотрите, я думаю всегда об этом парадоксе, из-за того, что этот рэбэ прогнал моего папу и не хотел его бесплатно учить, и мой папа вырос не знающим, не верующим, не исполняющим коммунистом, я родился на белый свет, потому что если бы он был таким известным раввином, он бы, как и все остальные, остались бы в Латвии, папа был, правда, сирота, мама его как-то не заботилась о нем, была мама, и он говорит, когда ему сказали, что вот под водом можно убегать, надо собирать семью, ну, конечно, он взял мою маму, мою дочку, пришел к маме своей, и говорит, мама, надо спасаться, немцы придут, сейчас всех будут убивать, мама ей говорит, о чем ты говоришь, немцы такие хорошие люди, у нас, говорит, здесь год уже стоят советские офицеры, пьяницы, хулиганы, бары, все разграбили, а немцы, я говорю, помню, по Первой мировой войне жили тоже в Латвии, тоже вошли в Бинск, интеллигентные люди, приличные, он говорит, что я буду, говорит бабушка моя, буду убегать к этим голодранцам и бандитам от присвещенных европейцев, и она осталась, естественно, что она была убита, с еще десятью тысячами других евреев, жителей этого в Бинске, понимаете, так бы папа мой, как действительно родин, там остался бы в Бинске, куда там бежать советскую власть, какой парадокс, да, я просто хочу сказать, что никогда не надо, мой вывод, да, никогда не надо подаваться отчаянию из-за каких-то событий личной судьбы, мы относимся к еврейскому народу как единой массе, это единое целое, неделимое целое, поэтому если что-то происходит в каком-то месте, есть всегда компенсация в другом месте, потому что задача народа Израиля это выполнять главную миссию, ради которой мы сотворем, иногда какие-то части отмирают, какие-то части выживают, но в целом живы, вот я помню, когда меня осудили за соблюдение субботы в уральских лагерях, трем годам заключения во Владимирской крытой тюрьме, вот там возили в таких так называемых Столыпинских вагонах, Столыпин это был царский министр, говорят, очень хороший, очень умный, но убил его какой-то крещеный еврей, вот, как бы по недоразумению, ну тоже народоволец, а Столыпин он придумал такие в зак вагоны, в зак вагоны, то есть заключенных возили уже на железнодорожных линиях, прицепляли вагоны в тюрьму к обычному гражданскому поезду, дали, чтобы ускорить, сколько заключенных, я не знаю, в России сейчас, но может быть, меньше трех миллионов, в советской власти было больше трех миллионов заключенных, перевозить их, я не знаю, на фургонах и автобусах вообще были бы постоянные пробки, перевозили в вагонах, на железнодорожении там было написано почта СССР на вагоне, так что, кто не смотрел, кто не видел, не видел там решетки, ну даже видел решетки, мог сказать, ну понятно, там почта так охраняется, это все понятно, все. И вот, значит, везут, хорошее преимущество этого, этой тюрьмы на колесах было то, что можно видеть волю, сидишь в лагере, ничего не видишь, высокий забор, 5 метров, ничего не видишь, да, в тюрьме тем более, а здесь едешь и смотришь через окошко, через решетку, правда, но окор видно, нормально, да, и вот это, кто знает российский, российский пейзаж из Уральских гор под Москву, Владимир находится в 180 километрах под Москвой, едешь, один лес, 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 лес и лес, и стоят там деревья, и качая их вот так ветвями своими, и вдруг я почувствовал, что они мне говорят так, прощай, Иосиф, прощай, всю твою жизнь хочется, такое какое-то унылое состояние, я уже сидел, 7 лет отсидел, теперь 3 года во Владимирской тюрьме, и как говорится, все время не так идет, да, наказание, арест, наказание, суд, все это, сколько это может продолжаться, и вдруг меня охватила какая-то тоска, что все это, какая-то безысходность, я говорю себе, как это можно, я не могу позволить этой тоске собой овладеть, ведь это как бы гибельно, человек должен быть бодрым, динамичным, энергичным, и думаю, что надо, как себя, как ликвидировать вот эту грусть, эту печаль, своего рода депрессия, депрессия, это прямой путь к смерти, я не знаю, каким-то образом, но, безусловно, Ашем послал мне образ, я видел, да, дерево у себя перед своим внутренним взором, я увидел такое дерево, мощное дерево, стоит, и там стволы, естественно, ветви, и маленький листочек дрожит на этом, на этом дереве, при час налетит сильный ветер, сорвет этот листочек, улетит куда, это листочек, это я, мне можно сорвать, но дерево с глубокими корнями стоит так глубоко, раскинуло ветви, ничего не поверит, это народ Исраиль, поэтому я сказал, ну ладно, сорвется листочек, меня не будет, ну и что, а народ существует, это самое главное, и вот интересно, когда я дошел до этого состояния готовности пожертвовать собой, казалось бы, это еще должно больше усилить депрессию, наоборот, это дало мне большую силу, я не боюсь теперь смерти, потому что я знаю, я, конечно, этот листочек, жалкий, дрожащий на ветру, но главное, это дерево, я принадлежу этому дереву, и с этим деревом ничего не будет, так что, так что, вот, это представление о народе Израиля, как, правда, дерево не очень хорошее, конечно, и дерево может длинить, но известно, есть деревья, которые растут сотни или тысячи лет, конечно, было бы, правда, вы знаете, что, в этом мире все тленно, даже если представить себе, что это какой-то мощный дворец, который построил какой-нибудь ассирийский царь, мы знаем, что от него остались какие-то развалины, правильно, так что, это не вечно, но вот, дерево, в этом смысле, хороший образ, потому что, оно, дерево живет, постоянно получает все новые и новые соки, знаете, когда я ем какой-нибудь плод, да, я поражаюсь, то же самое дерево, разные деревья растут на земле, и каждый из них такой умный, что умеет создать другой плод, да, авокадо, манго, да, не помню, как это переводится на русский язык, а ферсимон, знаете, груши и все, вот на том же самом, на том же самом участке земли растут разные деревья, и каждый из них дает свой, свой плод, невероятно, да, мудрость природы, сотворенной Ашемом, гораздо больше, чем наша мудрость, да, мы можем вывести какую-то определенную породу дерева, но она только вот это может, а творение, оно бесконечное и безмерное, вот так я победил страх смерти, и поэтому, когда я представляю себе даже вот этого своего, сына, своего племянника, когда его ранили, этот парень сам вызвался в армию, у него проблемы со спиной, ну, как бы у него освобождено служение, служба в армии, он предпринял всякие, как бы, хитрые ходы, чтобы упасть не просто в армию, а прямо в сердце газа, и он как-то рассказывал об этом, его тестом, мы их ранили в джипе, поразили их ракетой «Корнет», знаете, «Корнет» это советское производство, наверное, какой-то иврей придумал, очень сильная действующая, самая сильная противотанковая ракета, но что произошло, когда они сидели в этом джипе, товарищ его сказал, «Слушай, я хочу сидеть спереди, давай поменяемся местами», и поменялись местами, товарища убили, а этот мой я, сыр племянника, Ханан Хай, остался в жиле, и это как бы снова свидетельствует того, что мы не можем в нашей жизни слишком заниматься личными делами и проблемами, потому что понимаем, что жизнь – это понятие гораздо более широкое, чем жизнь каждого человека, каждого отдельного человека. Мы все когда-то умрем, мы тленные, но за нами что-то остается, и не только отети и внуки, остается какая-то масса, духовная ценность, каких-то вообще ценностей, какая-то мораль, которая продолжает жить. Вот интересно, я смотрел, знаете, YouTube бывает хороший, хотя, вроде, смотреть вам нельзя, вы должны учиться, но мне можно. Я видел, недавно, буквально записано несколько дней назад, такая как бы встреча, дискуссия, диалог между двумя известными людьми, один из них Майкл Орен, бывший посол Израиля в США, а другой, такой известный журналист английский, Даглас Мэрри, вот интересно, знаете, был такой англичанин, английский офицер Wingate, который служил в английской армии до создания государства Израиля, и он был сионистом, англичанин, христианин, он был сионистом пламени, он создал, благодаря его военным знаниям и энергии, и он создал подпольную израильскую армию Агана, которая потом выросла в армию обороны Израиля, вот оказывается, при всем при том, что сейчас Англия занимает такую дружескую позицию, в Англии есть не евреи, пламенные сионисты, вот этот Даглас Мэррей, он англичанин, настоящий англичанин, говорит с таким английскими акцентом, написал, но молодой человек, способный, не знаю, можно, наверное, есть переводы его диалогов на русском языке, такой пламенный сионист, он лучше других евреев объясняет все, что здесь происходит, и вот они между собой говорят, Майкл Лорен тоже американский еврей, не похож вообще на еврея, посол Израиля в США, в США был в свое время от имени Бенемина Таньяу, и вот они сказали несколько очень интересных и важных идей, которые я вам хочу рассказать. Во-первых, говорит Даглас Мэррей, он говорит, вы знаете, говорит, многие антисемиты просто завидуют вам, я говорю, я вам завидую, потому что мы на Западе уже сдались черным силам. Вот эти все либералы и демократы и все это на самом деле какие-то фашисты, которые душат каждое изъявление. Если кто-то в Гарварде выступит в защиту Израиля и вообще скажет, что вы делаете, как вы занимаетесь этой пропагандой, этим насилием, да, вы знаете, что в свое время это было после убийства этого наркомана Флойда вообще началась такая поддержки американского президента Чернокожего Обамы началась гонение на белых. Были случаи, когда белые просили прощения у негров за то, что они их привезли, их потомков из Африки в Америку и их покорили. Целовали ноги у них, срубили в некоторых местах памятники основателям американского государства Аврама Линкольна, Джорджа Вашингтона, потому что они были колонизаторами, они вели захватнические войны. И когда люди присели и боялись что-то сказать, а смелые люди умеют говорить, он говорит, мы на Западе завидуем вам, потому что вы воюющая демократия, мы уже все, мы подняли лапки, а вы с оружием в руках защищаете демократию, потому что когда он говорит, мы видим эти картины, которые как бы насилие, барбарства, которые совершили бандиты из Хамаса, мы понимаем, это наше будущее, это нас ожидает в Европе тоже. Так, они сейчас в Европе уже 60 миллионов мусульман, не обязательно арабов, мусульман, которые главная цель это уничтожение христианской культуры, уничтожение ценностей христианской культуры, а христианские ценности это все они взятые и старые. И говорит, мы уже не можем ничего сделать, да, иногда сопротивляемся, но все, а вы с оружием в руках воюете за настоящие демократические ценности, и у вас славят, у нас, если человек, который кто-то поднимется против этого засилия и мракобесия, его шугают, его самое его преследуют, а у вас этих людей, которые воюют, славят как героев, да, ведь мы вам завидуем, мы хотим, надо было сказать этого на голосу, пожалуйста, можете переходить еврейство и как бы присоединиться к нам, но он говорит, он постоянно находится там в районе Газы, он знаком с солдатами, он восхищенный, вот это как бы взгляд честного человека, который осмелился говорить правду, и он говорит, Израиль в настоящий момент, это форпост борьбы за сохранение человеческой цивилизации, за сохранение человеческих ценностей, и поэтому вас боятся, да, и против этого и вас и против этого выступают. Снова, если вернуться к положению, как мы знаем, сейчас есть сильное движение против возраста гуманитарной помощи в ГАЗу, оказалось, что это вся организация УНРВА, помощи беженцам, на самом деле, это все члены Хамаса активные, и вся эта гуманитарная помощь, которая заводится доброходами в огромных количествах, каждый день въезжает 150 огромных грузовиков с этой гуманитарной помощью, поступает в руки УНРВА, и они распределяют и посылают для поддержания своих так называемых бойцов, для того, чтобы продолжали это убийство. Вот я вам рассказывал о том, что стан заложников, семей заложников раскололся, на еврейском называется хатуфим, хатуф это лахтов, схватить, часть заложников, семей заложников в основном, они как всегда под дудку врагов Натаньяу и правительства, они говорят уступите Хамасу, уступите его требованиям, мы хотим обратно всех как бы своих всех свою семью, оставьте как бы все эти ваши соображения военные и политические в покое, а дайте нам наших родственников, и вы как бы то, что вы делаете эти расчеты политические и все, вы как злодеи, которые как бы играют на судьбе людей, но говорят их о критике, говорят, что вы, о чем вы говорите, требования Хамаса это то, чтобы Израиль вывел бы свои войска из Газы, вернул бы власть Хамаса и снова создал ту же самую страшную угрозу, и когда наши дети теперь будут погибать от рук этих и хотят освободить всех 10 тысяч террористов маддитов, которые сидят в наших тюрьмах, вы готовите следующее пролитие крови, а как мы говорили на этом уроке, то, что нас учат мудрецы, тот, кто собирается тебя убить, предупреди ему, а тут ты хочешь людей, людей, варваров с кровью на руках, участников этого побоища, они требуют, чтобы были бы освободены участники этого побоища в районе газа. Это уступить, пойти им на попиту и сдаться, уничтожить результаты этой войны, а вторая часть, небольшая часть, правда, семей заложников блокирует въезда этих грузовиков с так называемой гуманитарной помощью, и этих бедных людей, которые блокируют въезд на территорию Израиля, заводят из Египта грузовики с гуманитарной помощью, этих людей арестовывают, избивают, преследуют. Представьте, какой парадокс. Они говорят, кому вы помогаете. Так, как всегда в жизни это есть выбор, свобода выбора. И об этом пишет Василий Йосеф-Гроссман в своей книге. У человека во время Холокаста был выбор. Особенно люди, которые пытались, понимаете, как Василий Гроссман отказаться от своего народа. Йосеф Гроссман стал Василием Семеновичем. Как он не догадался поменять фамилию, я говорю, фамилия его выдавалась с ушами. У этого человека во время оккупации было выбор. Сдаться, склониться, примириться, постараться сотрудничать или выступить против. В обеих случаях выхода не было. Как мы знаем, те, кто пытались сотрудничать, если это были евреи, их убивали все равно, не помогало. Есть руководитель Варшавского гетто, забыл фамилию, его звали, Адам, надо вспомнить. Очень интересная личность. Его, когда подбирали на роль руководителя гетто, знаете, евреи создавали Юденрад, Совет Евреев. То есть, они хотели как бы делать грязные вещи руками самих евреев. Вот, евреи, вы хотите спасти свою жизнь? Мы вас назначим руководителем Еврейского Совета, и мы будем давать указания. Сегодня сдайте нам 10 тысяч евреев, мы повезем в душегубки, но остальные останутся, и вы тоже останетесь. Вас это как бы ценой чужой жизни спасите свою жизнь. И вот Адам Вишняк по-моему, его выбрали как подходящего кандидата на руководителя этого Юденрата. Он был кричен еврей. И в силу того, что он уже по сути дела поляком, он еще до войны занимал какой-то пост, и у него он был членом парламента польского сейма, он полностью ушел от еврейского народа. Вот очень подходящий кандидат для того, чтобы он руководил этим еврейским советом и выполнял беспрекословно указания нацистов. И когда ему дали указание первое указание выслать выдать скажем я не помню какая была цифра там уже было полмиллиона евреев находилось в Варшавском гетто самое большое гетто в мире выдать скажем 10 тысяч человек что он сделал он покончил с собой Адам Черняк вот Адам Черняк покончил с собой герой смотрите в момент истины вот как бы он сказал нет я этого делать не буду так что человек может внешне обманывать себя стать поляком христианином но главные ценности человеческой жизни ценность человеческой жизни отказ сотрудничества от злом остается в человеке это его свобода выбора он схватывание дел а вот был в другом польском городе забывая фамилии уже старость руководителя в лоте этот был нам еврей еврей даже по-моему еще даже принадлежал какой-то сионистской партии но стал руководителем тоже юднерата и он посылал почем зря этих евреев выдавал детей здесь такое известное его выступление перед перед тем как он значит немцы сказали надо чтобы родители выдали своих детей ну скажем до 10-летнего возраста и он выступает перед ними он говорит сейчас я хочу взять у вас самое дорогое что у вас есть ваших детей да но когда вы отдадите своих детей вы останетесь в живых вот такая страшная цена а кто родители которые отказались отдать немцы своих детей потому что дети это непродуктивный материал они не умеют работать от них нету пользы а он хотел руководитель юднерата устроить так что евреи работали на военных заводах там в Лодзи ну такие второстепенные военные шили брезенты для джипов да шили какую-то военную форму и все они полезны и в надежде на это что вот они полезны немцы их сохранят и поэтому он говорит отдайте своих детей останетесь уже вы потом сможете произвести еще детей те родители которые этому сопротивлялись их убили а потом вот эта история которая была я читал это из другого источника есть один еврейский коммунист который попал в Освенцию и он рассказывает как привезли он сам из Лодзи как привезли этого руководителя юнерата из Лодзи привезли тоже в конечный счет впоследствии вот и там был такой знаете было зондеркоманда в крематории люди работали в крематории это как бы сжигали трупы людей задушенных вот в газовых камерах то есть сам по себе крематорий звучит страшно но там не сжигали живых людей а просто для того чтобы сколько можно самоубивали за несколько часов 1200 человек за день убивали десятки тысяч людей куда их всех похоронить я не оправдываю просто это логика немцев поэтому они их сжигали в крематориях было несколько таких огромных труб и печей и вот для того чтобы это было набирали евреев потом их всех убивали в этом крематории был такой Мойши Козак такой Козак Моши Козак такой профессиональный вор и вот значит когда привезли этого руководителя Гетел Лотинского он говорит он встретил его говорит я ждал когда тебя привезут да я знал что и ты от этого не отвертишься и он стал его избивать и бросил сживем в огонь в костер настолько что говорит немецкий офицер который вышел там в издании и говорит Мойши Генук хватит говорит кончает не издевайся над ним потому что небес даже так что судьба одна и та же но один этот Адам Черняк погиб достойный смерти откажался сотрудничать со злом а второй хотел сотрудничать думал найти себе какую-то лазейку выжить и он та же самая судьба его постигла поэтому есть у нас завершается наша глава это посмотрите Кавдалет это глава 24 в нашем разделе в разделе Мишпатим я уже вам говорил что это 24 глава Кад Кад как вы знаете на иврите это означает сосуд в этом сосуде есть очень ценная поэтому я не знаю надеюсь что другие преподаватели подробно говорили вам об этом разделе Кавдалет там ведь рассказывается о пятом шестом и седьмом дне до дарования Тары я вам уже говорил о том что подготовительный период до дарования Тары не менее важен потому что это как бы вот сейчас вы проходите экзамен проверочный это как экзамен проверочный Кадош Буруху собрал евреев у горы Синайской и прежде чем он им даровал Тару он им задал вопросы это выполните это выполните это будете делать и если они говорили да мы это будем выполнять на осе значит продвигайтесь на следующую ступень вот все это рассказывается как раз интересно именно в этой главе начинается с Мишпатим изложения законов многих важных законов уголовного порядка уголовного кодекса а завершение вот это глава Кавдалать и там есть как бы центральный момент на шестой день сказано Мушер Абейну прочел перед всем народом Цефер Абрит книгу союза и возникает вопрос что это книга книга союза говорят мудрецы это часть Тары вся книга Брейшит и часть книги Шмот до прихода Гору Синайскую то есть все это как бы то что происходило с народом записывалось и это очень важная историческая память вот до этого момента и теперь значит сказал снова Мушер Абейну зачитал им это Цефер Абрит начало Тары поднялся на гору и Ашем сказал что спросил народа Израиля будет ли он выполнять то что я от них потребую и они ответили это известная крылатая формула на все что сказал и скажет Ашем мы выполним и будем учить дальше и вот возникает вопрос который обсуждается до сих пор как так почему переставили местами на АС выполним в Нишмай и будем учить надо наоборот сказать изучим познакомимся и потом выполним а они сделали наоборот есть много объяснений но я вам расскажу последнее объяснение которое как бы по теме сегодняшней сегодняшней теме там рассказывается о том как один на ну скажем мин да христианин еврей который пришел в христианскую веру издевается над еврейским мудрецом равой Бавеле говорит ему смотри какие вы евреи торопыги торопыги вместо того чтобы сказать а книга очень хорошо интересно важная книга надо изучить надо познакомиться и тогда мы скажем готовым ее выполнять это логичный подход вместо этого ты сразу кричишь мы выполним а потом говорим а мы будем учить а вдруг потом не понравится вы учите и скажите а жалко что мы сказали что будем выполнять нет мы не можем выполнять чего вы торопились отвечает ему рам очень важное положение он говорит потому что когда мы сказали мы это выполним мы это сказали без хитрост без всяких хитростей просто приняли это приказ Ашема мы приняли мы это будем выполнять любой ценой а то что мы говорим что мы хотим изучить для того чтобы лучше выполнять надо знакомиться с деталями но прежде всего требуется готовность так точно буду выполнять все приказы а потом слушать приказы еще более логично так вот это как бы завет который нам оставили наши мудрецы тот кто хочет быть евреем должен быть готов без хитроста и без всяких задних мыслей выполнять волю ашема и заучиться одно другому не противоречит спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok